Всем привет и с вами снова Юрий Риммер. Сегодня речь пойдет о космодроме Байконур, а именно о передвижении ракет по железной дороге. Так что... Космодром Байконур – первый крупнейший во всем мире космодром, расположенный на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Кызылинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Торитам. По состоянию на 2012 год Байконур сохраняет лидирующее место в мире по числу пусков. Отсюда за год было запущено 21 ракета-носитель. Второе место занимает мыс Канаверов с 10 пусками за год. Космодром занимает огромную площадь в несколько сотен квадратных километров. Его территория разделена на площадки, на которых находятся все объекты космодрома. Главные объекты космодрома – это технические позиции, стартовые комплексы и измерительные пункты, каждый из которых представляет собой совокупность сооружений с общетехническим и специально-технологическим оборудованием, а также с подъездными путями, обеспечивающими прием и хранение и сборку ракет-носителя и космического аппарата. Их испытания, заправку космического аппарата и стыковку с ракет-носителем. Доставку их на пусковое устройство, испытания, заправку ракет-носителя, наведение, пуск и контроль функционирования их на активном участке средствами измерительного комплекса космодрома. К вспомогательным и обслуживающим объектам и службам Байконура относятся зоны хранения компонентов топлива, заводы для производства жидкого кислорода, азота, системы энергоснабжения, водоснабжения связи и телевидения. Для каждого типа ракет-носителя Байконур имеет одно или несколько технических позиций, каждая с одним или нескольким стартовыми комплексами. На сегодня космонавтика это большой бизнес. Смысл его в том, чтобы полезный груз, а это спутники и космические корабли, доставить в космос, в нужную точку с заданными параметрами. Этим занимаются фирмы-производители ракет-носителей. Таким образом, подобные фирмы являются транспортными предприятиями, похожими на те, которые мы встречаем в повседневной жизни. Ну, например, как наши железнодорожные. Заказчики подразделяются на государственные и частные. Первые делятся еще на военных и гражданских. Военные заказывают спутники связи и разведки, систем раннего предупреждения о ракетном нападении. Гражданские и государственные заказы это пилотируемые и грузовые корабли, орбитальные станции, научные спутники и автоматические межпланетные станции, метеорологические спутники и другие аппараты. Частные заказы в основном на запуск спутников связи дистанционного зондирования Земли. Это получение снимков поверхности Земли. Различные интернет-карты были составлены именно по снимкам вот с таких вот коммерческих спутников. Главное средство передвижения по космодрому это железная дорога. Вся наземная инфраструктура контролируется федеральным государственным унитарным предприятием Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры. А конкретно железнодорожные перевозки осуществляет фирма Космотранс. Они осуществляют внутрикосмодромные перевозки, а также пассажирские перевозки по космодрому, который занимает огромную площадь. Вот, например, станция городская в городе Байконур. Отсюда персонал космодрома садится в поезда и едет на работу. Проезд для них бесплатный, а вход по пропускам. В грузовые перевозки входит перевозка ракет-носителей, спутников от монтажно-испытательного корпуса на сборку ракет-носителей, а также транспортировка ракет-носителей на старт, перевозка горюче-смазочных материалов и запчастей. Железная дорога на космодроме не электрифицирована, и основными локомотивами там являются ТЭМ-2 и ТЭМ-2У. Они берут на себя всю работу по перевозке грузов и пассажиров. Помимо этого, тут когда-то эксплуатировались ТЭП-70, М-62, ТЭП-3 и даже паровозы. Вот, например, памятник ЭУ-70901, который начинал работать на железодороге космодрома в 50-х годах. Также для увода установщика от ракет-носителей применяется контактный аккумулятор на дистанционно управляемый электровоз, так как находиться рядом с заправленной ракетой опасно. Помимо этого, Космотранс также перевозит космические аппараты и ракет-носители по железным дорогам общего пользования с места их производства на космодром Байконур. Для перевозки космических кораблей «Союз» и «Прогресс» используются специальные вагоны, где находится космический аппарат и вагон обслуживания, где находятся установки поддержания заданного температурно-влажностного режима. Эти вагоны собираются в литерные составы, которые останавливаются только для техосмотра и смены локомотива. Они имеют безусловный приоритет на железной дороге. Ссылки на статьи, паблик «Необычное ЖД-фото», канал «Роскосмоса» находятся в описании. Также не забывайте подписываться и на наш канал. С вами был я, Юрий Ример. Всем пока!